Детское радио представляет Сказки народов мира Книга гнома Олафа Шведские сказки Далеко на севере, у подножия скандинавских гор, На опушке зелёного леса, где бежит звеня прозрачный ручей, Стоит домик. У круглого окошка, за широким деревянным столом, Сидит маленький человечек. Это гном по имени Олаф. Перед ним лежит большая книга. Слышите? Скрепит перо. Это Олаф записывает в книгу самые правдивые и невероятные истории, Которые когда-либо слышал. Постучи в дверь. И Олаф обязательно пригласит тебя в дом, Угостит горячим какао с имбирным печеньем И расскажет свою самую интересную сказку. Сегодня это будет сказка «Старый корзинчик». Одной далёкой страной правил король Роберт. И был у него сын по имени Артур. Отец мечтал женить сына на богатой и знатной принцессе. А чтобы Артур не влюбился в бедную девушку, Запер принца высокой башни. Как-то раз король отправился в дальнее странствие И строго-настрого приказал слугам не выпускать юношу. Было лето, и принц томился в каменной башне. Лето по-шведски «Соммарь». Лето в Швеции короткое и очень дождливое. Есть даже популярные песни про это. «Соммаренекотч, де мэста рейннарботч», Что переводится как «Лето короткое, И большую его часть смывает дождь». Но шведы всё равно обожают это время года. Особенно дети, ведь у них начинаются каникулы. Правда, для отца они не три месяца, как у нас, А только два. Лето — «Соммарь». На улице стояла жара, И принц Артур сбежал из своей башни к реке. Вдруг видит, сидит на берегу девушка. Да такая красавица, Что принц тут же в неё влюбился. Подошёл он к ней и спрашивает, Как зовут тебя, прекрасная незнакомка? «Я Анна, дочь корзинщика», Ответила девушка. «Отведи меня к своему батюшке, Я попрошу у него твоей руки». Когда старый корзинщик услыхал, Что принц хочет жениться на его дочери, Он сказал, «Моя дочь неровня вам, ваша милость, Ей нужен человек простой, да работящий, А принцы ничего руками делать не умеют». «Научите меня вашему ремеслу», Воскликнул Артур. «Ну, коль вам угодно, научу», Ответил корзинщик. А надо сказать, что кроме него, Никто во всей округе Не мог плести таких красивых корзин. И стал принц каждый день Приходить в хижину старого корзинщика. Шли дни, И Артур с Анной всё чаще говорили о свадьбе. Свадьба по-шведски. Свадьбы в Швеции стараются играть летом, Когда на улице тепло и светло. Всё проходит очень торжественно. Жених и невеста даже произносят речь В честь друг друга. Молодые могут рассказать, Как познакомились, Вспомнить интересный случай из жизни, Или же просто описать, За что полюбили друг друга. Свадьба. Некоторое время спустя Король Роберт вернулся во дворец. Не описать словами, Как он был разъярён, Когда узнал, что сын Влюбился в безродную девчонку. Но принц Артур сказал, Что если отец не примет Анну, То он откажется от престола И станет жить в хижине Со своей женой. Пришлось королю вступить, Не терять же единственного сына И наследника. Настал день свадьбы. Со всей округи Съехались богатые и знатные гости. Прибыл на праздник И никому неизвестный вельможа. А был это никто иной, Как разбойник-пират. Приглянулась ему молодая невеста И решил он её похитить. На следующий день он пригласил Артура и Анну Прокатиться на его шхуне. На палубе их ждали угощения И богатые подарки. Но когда судно вышло В открытое море, Пират столкнул принца за борт, А несчастную Анну Увёз в свою страну, Чтобы сделать своей женой. Но Артур не утонул. Он ухватился за бревно, Которое качалось на волнах. Несколько дней провёл принц в море, Пока, наконец, не показался Незнакомый берег. Там, в маленькой хижине, Жила старушка. Увидала она юношу, Лежащего на песке, Дотащила до своей лачуги И за несколько дней выходила. Когда принц Артур окреп, В благодарность за спасение Он сплёл несколько корзин Из ивовых прутьев, И старуха понесла их на ярмарку. А ярмарка проходила в городе, Где жил тот самый пират-злодей. Назавтра должна была состояться Его свадьба с Анной. Несчастная невеста Вышла развеяться И в сопровождении служанки Брела мимо рядов с товарами. Когда Анна Увидала старуху с корзинами, Слёзы так и полились Из её глаз. «Такие красивые корзины Умели плести лишь отец И мой муж!» Воскликнула Анна. «Скажи, милая женщина, Откуда они у тебя?» Старуха рассказала о юноше, Которого выбросила на берег Рядом с её хижиной. «Отведи меня скорее к нему!» Взмолилась девушка И, отправив служанку купить сладостей, Сбежала к морю. Сладости по-шведски Гудис В Швеции очень любят конфеты. Здесь даже есть традиция Субботних сладостей. Лядас гудис Когда-то в Швеции провели эксперимент И выяснили, Что лучше съесть много конфет За один раз, Чем есть по чуть-чуть, Но каждый день. Если так поступать, То на зубах не будет появляться кариес. И вот теперь, Накануне выходных, Шведы идут в магазин И покупают сладости. А в субботу Садятся всей семьёй перед телевизором И начинают есть эти лакомства. Сладости Гудис Когда Артур увидел на пороге хижины Свою любимую, Он не поверил глазам, Сколько же тут было радости. В тот же день Артур и Анна отправились К правителю города. Рассказали, кто они И как здесь очутились. Правитель с радостью Пришёл на помощь королевскому сыну И его прекрасной жене. Он наказал злого пирата И лишил его всех богатств. А Анна с Артуром Вернулись домой И правили своим королевством Долгие и счастливые годы. Повторяем, запоминаем. Сегодня вы узнали, Как по-шведски звучат Три новых слова. Лето Соммар Свадьба Брёлоп И сладости Гудис Сказки народов мира Книга гнома Олафа Шведские сказки Субтитры создавал DimaTorzok